Противоударный смартфон, который имеет мини-дисплей для отображения различной полезной информации, усиленный корпус, защиту по стандарту IP68 и IP69K, операционную систему Android 14 версии, оперативную память на 12 ГБ, внутреннюю память до 256 ГБ, световой индикатор, NFC-модуль. И это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к противоударному смартфону Q-Bot King Kong AX. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Полетели! Распаковка. Поставляется этот смартфон в коробке из плотного картона в минималистичном стиле. Выглядит упаковка хорошо, на ней есть название модели, а также ее краткие характеристики. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем краткое руководство пользователя, блок питания на 33 Вт, далее есть кабель для зарядки и сам противоударный смартфон без наклеенной защитной пленки. Ну а в комплекте есть защитное стекло. Слот гибридный для двух нано-сим-карт или одной нано-сим-карты и одной карты памяти до 1 терабайта. Габариты устройства 172 на 81 на 13 мм, а вес 296 граммов. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. Первые 3 месяца Poco X6 Pro будет, плюс еще и в межсезонье будут что-нибудь разыгрывать, недавно Poco M6 Pro разыгрывал. Условия конкурса просты. Подписывайтесь на этот канал с лайком и любым комментарием, подписывайтесь на телеграм-канал скидок и в комментарии указывайте свою телегу, либо в описании своего канала. Ну и все, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, перейдем же к смартфону. Приобрести данную модель можно только в единственной черной расцветке. Внешне смартфон выглядит интересно, особенно из затыльной части. Боковые рамки выполнены из металла, а верхняя часть и нижняя части произненные, плюс есть усиленные углы. Собран смарт хорошо, кнопки не имеют люфт, эргономика неплохая. В руке смартфон лежит комфортно, грани не натирают, но, конечно же, долго одной рукой не попользуешься им. Хоть смартфон и не самый тяжелый. На корпусе расположили ушки для шнурка, разъем для зарядки Type-C OTG с заглушкой, кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качари регулировки громкости, программируемую клавишу, в настройках можно переназначить команды для нажатий, миниджека нет, как и К-порта, за что минус. Но для многих будет плюсом то, что есть индикатор в верхней части экрана. Разумеется, смартфон оснащен микрофонами, одним основным динамиком и одним разговорным. Звучание здесь моно, что фейл, вибромотор слабый и ненастраиваемый, летим дальше. Смарт оснащен IPS-дисплеем на 6,58 дюйма с разрешением 2408 на 1080 пикселей, рамки, как и подбородок, большие, ко всему вырез под фронтальный сенсор каплевидный. Плотность пикселей 401 ppi, яркость по моим замерам 413 люксов, на 100% яркости, что для IPS-экрана в принципе норма, хотя хотелось бы разумеется больше. При прямом попадании света на экран яркости не хватает, но пользоваться смартом в целом можно. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает корректно, но не сказал бы, что быстро. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также на выбор есть 90 и 60 Гц. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и стандартными способами. Функции распознавания лиц нет. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, промахи бывают, но редко. К минусам отнесу только то, что можно завести несколько раз один и тот же отпечаток пальца. Далее, особенность данной модели – это мини-сенсорный дисплей на 1,32 дюйма. На нем отображается зарядка аккумулятора, внешние вызовы, смс-уведомления, плеер-компас, плюс его можно использовать как видоискатель для съемки, что удобно. Циферблаты можно менять, ко всему можно установить любую фотографию на заставку. Все функции экрана настраиваются, сам экранчик в использовании достаточно удобный, но не сказал бы, что он действительно полезный. Летим дальше. Процессор здесь установлен, разумеется, все тот же Mediatek Helio G99. Как любят третий эшелон, его везде запихивают, да? Куда ж без него? Техпроцесс 6 нанометров, 8 ядера, максимальная частота 2,2 ГГц. Графический процессор ARM, Mali-G57MC2, оперативная память LPDDR4X на 12 ГБ, внутренняя память 256 ГБ, по всем тестам типа UFS 2.2 не ниже. Интерфейс Android 14, русский язык на борту, система работает хорошо, сильных подвисаний я не встречал, ну а микрофризы, разумеется, были. Имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сети со всеми бендами, связь Smart ловит отлично, проблем с датчиком приближения не было, как и с микрофоном. Bluetooth версии 5.2, NFC модуль в наличии, MirPay встает без проблем, GPS тест в городских условиях, показывает точность в 1-2 метра. FM радио работает только с наушниками, при этом напоминаю, что миниджека здесь нет. Ёмкость аккумулятора 5100 мАч, Smart поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, полный цикл зарядки от родного адаптера питания от 0 до 100, занимает 1 час 30 минут, в принципе как и Samsung A55. Поедает за час просмотра видео на ютубе на максимальной яркости по Wi-Fi около 6% в час, за час в PUBG New State на рекомендованных настройках графики, разумеется, без 90 фпс, уходит 28% в заряда. Играть можно, но смартфон хоть и не перегревается, но нагрев ощутимый после 40 минут непрерывной игры. В менее требовательных играх смарт потребляет за час около 20-23% заряда. В целом он неплохо показал себя в играх, плюс сенсорный отклик мне понравился, так как я привык, что у противоударных смартфонов в играх сенсорный отклик очень плохой, и играть в шутеры максимально некомфортно. Эта модель в этом плане слегка удивила в положительную сторону. Перейдем же к тестам. Троттлинг тест проходит стабильно, но с небольшими цифрами. Тест я проводил на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6, в синглкоре 733 балла, в мультикоре 2034 балла, в GPU score 1285 баллов, в Antut выдал стандартный результат для этого процессора. В 410 тысяч попугаев, потратив 4% заряда сторадж тест, показал 47 тысяч. 45-минутный стресс тест прошел не идеально, все вы видите на экране. Летим дальше. Q-Bot King Kong AX имеет степень защиты IP68 и IP69K, а вот защиты по военным стандартам здесь нет. Хотя опять же, я считаю, что это такое себе эти военные стандарты, и вы можете их посмотреть всякие милы стд, и очуметь от того, что девайс должен и в радиации побывать, и на северном полюсе, и очень странно все время, когда это дело куда-то пихают, и у тебя вопрос, так что из этого всего он проходил? Но не будем о грустном, обычное погружение в воду смарт не боится, дроп тест данная модель прошла тоже неплохо, с фронта повредилось только защитное стекло, а из сильных повреждений это только царапины и вмятины по корпусу. Плюс слегка пострадали усиленные углы, но тоже незначительно. Летим дальше. Основной сенсор на 100 мегапикселей и макросенсор на 5 мегапикселей. Запись видео с основного сенсора доступна в максимальном разрешении 2к 30 фпс, фронтальный сенсор на 32 мегапикселя, максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 фпс, в стоке есть небольшое количество различных режимов, функций, стабилизации для видеосъемки нет, качество фото и видеосъемки в целом как для противоударного смартфона не совсем мрачная, однозначно пойдет для того, чтобы сфотографировать какие-то пейзажи или моменты на отдыхе и тому подобное, но это максимум. Но не для записи видео, только со штатива, если так как картинка хоть имеет неплохую цветопередачу, плюс работа со светом достойная, но вот отсутствие стабилизации вообще, может на бумаге она и есть, но по факту ее нет, все реально портит. Далее, минусы нет, миниджека, монозвучание, радио только с наушниками, старый процессор, нет функции распознавания лиц и слабый вибромотор. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи ему и личный телеграм-канал, там много всего полезного. Ну а кто на этот канал подписался, отдельное огромное спасибо, знайте, вы помогаете проекту. Резюмирую, Q-Bot King Kong AX, как по мне, отличился только мини-дисплеем на тыльной части корпуса. В остальном, он такой же, как и большинство противоударных смартфонов на этом же процессоре, с практически чистой операционкой на андроиде 14-й версии. Сказать, что он работает корректнее, чем те же улефоны, хатвейли, ай-ай-эф-150 смартфоны, я не могу. Хотя у тех тоже бывают удачные модели. Эта модель по мне удачная, она не погибла. От меня девайсу максимально скромная да, потому что ничем он от ударников не отличается. Добра и удача вам, дорогие друзья.